Давай начнем. Я тогда вкратце пробегусь, потому что я написал. Вообще, наверное, разумно писать до доклада текст, потому что тогда его не нужно писать. Мораль какая? Есть некоторое... Меня видно, да? Экран у меня получилось расшарить. Да? Я не вижу. А я вижу все. Еще кто-нибудь видит? А теперь я вижу, да. Ага, понятно. Ну, будем считать, что все, кто не жалуется, видят. Но мораль какая, что у нас есть некоторое общее определение. Я использую, как всегда, язык без качества категорий. В принципе, про модельные я здесь не буду зарекаться. Можно говорить про стабильные ДЖ-категории, ну, то есть претрангулированные ДЖ-категории, если это понятнее. А можно вообще думать про тренгулированные и не запариваться до того момента, пока не придется говорить про К-теорию, потому что К-теория от тренгулированной категории не определена. Но в целом что-то такое, что-то около тренгулированное, около стабильное. То есть если у нас есть квадрат чего-то вот такого, квадрат стабильных без качества категорий, мутативный, мы можем написать какое-то общее определение для него, которое мы будем называть квадратом Милнера. Вот здесь написана его некоторая часть, написано, что для любого такого квадрата есть естественное преобразование замены базы на пополненных категориях. Ну, по сути, это аналог некоторой того, что, не знаю, на модулях происходит, что можно, если у нас есть квадрат колец, можно модуль сначала забыть на кольцо слева, сверху, потом тензорно домножить на модуль справа, на кольцо справа, сверху. И можно в другом порядке пройти, сначала тензорно домножиться, потом забыться. Ваше определение замены базы в том, что это функторы между бесконечность категориями с определенными свойствами, да? Да, да, да. А это как бы где-то, кто как бы, ну это, как бы это часто используется? То есть есть ли где-то, где как бы это написано на бумаге? Да, есть. Это называют еще, ну то есть, во-первых, это есть для обычных категорий, это называется Back-Chevalier Condition. Как называется? Back-Chevalier. Условия Бека-Chevalier, мне кажется. Это в обычной, в обычном мире, в обычной теории категории, но в теории бесконечность категории тоже часто используется. Где конкретно вот такие квадраты рассматриваются? Например, в тексте Блумберга, Гетнера, Дублады, про, мне кажется, там такое есть. То есть во всех этих, во всех мотивных текстах, которые про, которые говорят, ну окей, да, во всех мотивных текстах рассматривается замена базы для SH над базой, для относительных SH, но они, в принципе, тоже определены на уровне бесконечности функторов. То есть это все, это все функторы между бесконечности категориями. Опять же, да, то есть можно всегда думать про торгерный уровень. У нас нет конструкции int, но можно сразу сказать, что у меня есть квадрат категории, в котором есть там все прямые суммы. Дальше там при хороших условиях есть сопряженные справа. И тогда это просто квадрат обычных категорий, там поражение замены базы строится всегда. Но оно строится каким-то понятным образом, то есть там просто используется эквивалентность вот такой нижней композиции и верхней композиции. И просто сопряженные функторы как-то переставляются, и у нас получается вот такое отображение. Здесь я попытался его написать, где-то здесь написано единица, здесь ко-единица, здесь этот самый изоморфизм применяется. Ну, в общем, да, это первый момент, да, что есть понятие замены базы, и для квадратов можно спросить, когда отображение замены базы является эквивалентностью, является изоморфизмом. Это как раз условие Бека-Шевалья, вот. Это первая часть определения квадрата Милнера. Вторая часть определения… Сейчас, простите, еще раз можно повторить, что является изоморфизмом, я не понимаю. Отображение замены базы, то есть что такое отображение замены базы? У нас есть квадрат, у нас есть… А, имейте в виду как бы коммутативность замены базы, да, для этого квадрата? То, что он коммутативен в смысле замены базы? Коммутативен в смысле замены базы, да, да, да. Я вижу, да, короче, что написано. Да, да, именно так. Вот, второе условие – это что он как бы является пуллбэком. Можно сформулировать это так, что даже пуллбэк – это слишком сильное условие, можно сформулировать более простое, что у нас на пространствах отображения пуллбэк. То есть, ну, это означает, что отображение из этой категории произведения вот этих двух над этой является полным вложением. Это второе условие. Вот, ну, и квадрат Милнер – это то, что удовлетворяет этим двум условиям, ну, еще к некоторому полутехническому условию, что все функторы должны порождать область. Теперь я объясню, какой пример основной. И сразу станет понятно, почему третье условие называют техническим и чему соответствует первое и второе условие. Вот, основной пример – это квадрат Милнера-колец. Берем квадрат колец, то есть обычный коммутативный квадрат. По каждому кольцу мы можем построить категорию модулей, категорию совершенных комплексов над этим кольцом. Давайте рассмотрим эту категорию совершенных комплексов. Это тоже будет коммутативный квадрат, ну, по факту реальности. И заменой базы он будет в точности тогда, когда отображение из тензорового произведения штрих и S на DRM в штрих является изоморфизмом. Извините, там есть, по-моему, какие-то тонкости. Когда я это использовала, то я на них обращала внимание, какие именно модули. Там можно разные брать категории модули, но не совсем уж прямо произвольно. Нет, здесь нужно такое брать. Единственное, что я здесь немножко схитрил. Ну, ладно, давайте. Я должен был с другого края начать. В общем, определение квадрата Миллера состоит из трех частей. Первая часть — правый нижний угол, вторая часть — левый верхний. Третья часть — это все функторы типа сюрлективные. Ну, сюрлективные на образующих категории. Квадраты колец, они тут всегда образующие, это само кольцо. То есть, если я беру совершенные модули, эта категория прождена этим кольцом, как стабильная категория относительно пределов, там, малоконечных пределов по пределу. А третье условие, оно говорит, что твой предпуллбэк на самом деле пуллбэк? Да, следует. Что? Нет, не следует, не следует, не следует. Для колец это верно, вообще, в общем случае, не следует. И там как раз проблема такая, да, что приходится использовать, на самом деле, оказывается предпуллбэк более естественным понятием, потому что если возьмешь пуллбэк, внезапно может оказаться, что функтор в него, да, из левой части не селективный. И там нельзя уже применять все те же самые теоремы, которые ты хотел применять. Ну, какие-то такие проблемки возникают, что не совсем естественным оказывается пуллбэк. Да, вроде не следует. Ну, то есть из того, что... Я спросил, понятно, почему ты говоришь, что предпуллбэк, это значит прям там фейсфол вложение, взрослый, ты говоришь, что оно там все порождает в каком-то там смысле. Да, 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 но вот проблема в том, что порождающий у православного произведения это какая-то странная штука. Мне очень понятно, что это такое. Мало ли там что-то сломается. Ты только знаешь, что при проекциях она что-то будет порождать, а сам он может не порождать. Ну ладно, хорошо. Ну, да, давайте я возьму какой-нибудь цвет, например, синий. Я что хочу сказать, что вот это условие, это является первым условием в определении, или вторым, что квадрат вот этот является предпуллбэком. Это совсем автоматически. Здесь ничего не нужно требовать, никаких условий на модуле тоже. Ну, единственное условие, что нам нужно, чтобы все порождалось error здесь. То есть мы не можем взять более большие модули, и мы не можем взять производную категорию, например. Нам нужно именно что-то, чтобы рождается error. Если бы мы взяли производную категорию, то было бы условие не только на error, но там на все модули, оно может быть случайно неэквивалентным. Вот. Вторая часть определения, она немножко странная. Она говорит, что… Ну, то есть что такое замена базы для этого квадрата? Давайте на R' вычислим отображение замены базы. Оно сначала забывает R' и говорит, что оно R-модуль, дальше тензор умножается на S. То есть R' – тензор на S, на DR. А в другую сторону мы сначала умножаемся на R', потом забываемся. В итоге утверждение про то, что для этого квадрата выполнено условие BK-шевалья, оно эквивалентно тому, что отображение из производного тензорного произведения R' на DS в S' является эквивалентностью. Производное, потому что здесь все функторы производные. То есть когда мы говорим о тензорном произведении, мы должны считать честное тензорное произведение, а не какое-нибудь там нечестное дискретное тензорное произведение. Вот здесь я пытался, видимо, это условие написать. Но не совсем это. Ну да, это правильно. То есть если мы стартовали с обычного квадрата Милнера, в обычном квадрате Милнера нет условия, что из производного тензорного произведения в правый нижний угол отображение является изоморфизмом. Есть условия, что из такого, из обычного тензорного произведения сюда отображение является эквивалентностью и с морфизмом. И вот это, это некоторое дополнение, которое требуется, чтобы квадрат Милнера превратился в производный квадрат Милнера. То есть квадраты Милнера категорные, они не совсем соответствуют обычным квадратам Милнера, они такие производные квадраты Виллера. Вот, я не знаю, получилось ли у меня нормально вам объяснить. Настя, я не очень это аккуратно все зашел. Я не совсем понимаю, это все-таки проблема комплексов. Если я возьму просто категорию модулей, то он будет просто соответствовать однозначно? Да, да, да. Если вы возьмете просто обычную категорию модулей, типа дискретных, то это в точности, и в точности оно будет. Например, можно взять категорию проективных модулей. То есть дискретный аналог категории совершенных комплексов, мне кажется, это категория проективных модулей. И для проективных модулей это в точности было бы правильным условием. Хорошо, понятно. Ну да. Определение такое, и утверждение дальше понятное, что все-таки квадраты Миллера категорные переводятся любым локализующим вариантом, в частности К-теории, в длинную точную последовательность. Ну, на самом деле, если думать про локализующий вариант, как пункт спектра переводится в последовательность расслоения в спектрах. Ну а дальше из этого выводится также и для групп, в смысле для эквариантной категории, потому что я могу рассмотреть точно так же, как совершенный комплекс над кольцом, могу рассмотреть эквариантные расслоения. Ну то есть категорию компактных объектов в категории квазикогерентных пучков на фактор стэке. Но это потом можно будет еще обсудить. Я хотел рассказать, как, собственно, это доказывается. Там есть некоторый прикольный просто момент, который может быть, ну то есть некоторая конструкция, которая, ну, может быть, в принципе, интересная, которую придумали Лэнда Танна. Но давайте я ее попробую сказать. Хочу черным цветом. Пусть у меня есть квадрат категории. Ну, я точно так же обозначу функторы, как и раньше. Тут было, кажется, что там. F, P, Q, G. Так было или наобратно? Если у меня есть такой квадрат, я могу рассмотреть, ну, первую вещь, я могу рассмотреть то, что называется слабый pullback. Что это такое? Ну, то есть, что такое обычный pullback? Обычный pullback – это пара объектов из морфизм в B'. Ну, морфизмы, понятно, это морфизм в A' плюс морфизм в B' и что-то, что делает их коммутативным B'. Ну, это наивно, правильно, там, морфизм нужно как-то… Ну, правильно так бесконечную категорию не определишь, ее нужно какой-то более функторальной конструкции сделать, ну, понятно. Теперь, что такое, опять же, наивно, слабый pullback? Это объект в A', объект B' и уже не из морфизм в B', а просто морфизм из образа A' в образ B'. То есть, это такой, как бы, два-категорный pullback, такой направленный pullback. Ну, его можно определить и в обычном смысле, то есть, если мы знаем, что такое pullback, то мы можем его определить с помощью такой картиночки. Ну, то есть, что мы говорим? Мы говорим, что это пара из объекта В' объекта B' и еще стрелка. И как они должны согласованы быть? Они должны быть такими, что образы их совпадают в B'. То есть, здесь есть стрелка, которая посылает морфизм в его область, к-область. Ну, мне кажется, это называется Δ0 со звездочкой и Δ1 со звездочкой. А здесь есть просто то, что индустрирует G и Q. Вот, таким образом я могу определить слабый pullback. Это определение пока, и это пока часть этой конструкции, которую я хочу вводить. Вот, но все до того, что я сказал про моральные, про наивные определения, оно все равно, оно не определение, но как свойство верно, что объекты этой штуки, это действительно, можно просто отождествить с объектом А', а штрих объектом B' и эквивалентностью между их образами. Пропрощение, то, что был бэк слабый, означает, что он не единственный, и цель в том, чтобы построить какой-нибудь, или что происходит? Ну, вот я сейчас пытаюсь объяснить, что такое слабый pullback. Слабый pullback — это не pullback, слабый pullback — это некоторая другая конструкция. Он единственный или не единственный? Он единственный, единственный, единственный. А, он единственный. Слабость его в том, что он, ну, вот слабость его именно, именно определение, что он не изоморфизмы учитывает, а все стрелки вообще в категории. То есть он слабый в таком смысле. Кто терминфидор придумал? В частности, да, он может быть слабый, потому что такая картинка, где я нарисую вот такой вот слабый pullback... Вы придумали... Не-не-не-не-не-не-не. Ну, категорщики какие-то придумали где-то в 70-х, я не знаю. А, то есть это уже не умеет, да? Звучит как-то не очень. Дезориентирует, я бы сказал. может быть мне нужно написать термин английским, вам будет более знакомо это называют lax pullback pullback возможно плохо звучит я не знаю как это получится да, то есть это не wick это lax ну может быть можно по-другому перевести ну да в общем объект у него действительно так считается и морфизм у него тоже действительно можно считать ну между такими двумя штуками я напишу не мор а map в смысле что mapping spaces штрих штрих сейчас можно еще попробовать привлечь один термин то есть это как бы категория патчин даты ой я не знаю что такое патчин даты на уровне объектов это оно и есть то есть у вас есть квадрат не изоморфизм а что такое патчин даты для патчинга тебе же изоморфизма нужно разве нет я не поняла лёшу твой комментарий лёшу твой комментарий физма вроде у него и написанная ах а а а там зря написал я зря написал я понял там стрелка должна быть да был неправ да вот мне казалось что патчин даты это как раз и есть просто pullback да а это что-то другое да а там стрелка в какую сторону из A штрих B я стараюсь писать так чтобы вот эта стрелочка над ним символизировала эта штука она как-то должна иметь естественный функтор в pullback наоборот pullback имеет естественный функтор в нее потому что любой изоморфизм можно интерпретировать как стрелку то есть просто pullback это как раз A штрих B и изоморфизм как я сначала неправильно написал у pullback размен какого-то универсального свойства что если диаграмма коммутативна то есть pullback у чего угодно да, но вот для этого как раз диаграмма не будет коммутативна она вот в том и слабой ну давайте я все-таки здесь нарисую его что я могу написать такую штуку ну слушай, что это есть преобразование только да, то есть это как как что, например когда ты определяешь какой-нибудь производный функтор у тебя там у тебя там обычно есть какая-то диаграмма она не коммутативная но есть там естественное преобразование оно универсальное вот это универсальная штука такая, что диаграмма не коммутативна но есть естественное преобразование между двумя проходами то есть вот это не коммутативно я не знаю ну или можно вот так нарисовать что есть вот такое естественное преобразование. Да, я хотел здесь что-то написать. Я хотел написать, что Mapping Splits таких штуков тоже... Это преобразование изоморфизма или что оно там? Нет, оно не изоморфизма. В этом и прикол. Ну, так какой-нибудь ноль между проходами, чё? Пайджер всегда нет. Ноль между проходами. Не, ну бывает, но всё равно оно будет пропускаться через эту штуку, да. То есть, по сути, любую диаграмму можно пропустить через эту штуку. Это правда, да. Ага, спасибо. Так. Так, а в какой, значит, получается, что из этого бялого бяка есть стрелка в настоящий тогда? Так что... Наоборот. Из-за настоящего есть стрелка в бялый. Потому что, опять же, диаграмма не кутативна. Ну, так для настоящего же сейчас. Он начальный объект в такой категории? Или он конечный? Начальный, наверное? Ну... Есть такая диаграмма, правильно? Да, да, он конечный. Прожелание конечный? Ну, он как обычный пулбэк. Ну, в смысле, у него более сильное... У него более сильное универсальное свойство. Наверное, так можно сказать. Я вообще запутался. Моя вина. Как это уместить здесь? Так, здесь пш-3 хочу запылось. Вот у меня есть такая картинка. Я это захочу потом стереть, потому что это нечитаемо. То есть у меня есть... Ну... Может быть, да, разумно в термах какого-то универсального свойства сформулировать. То есть слабый пулбэк – это такая... Это конечный объект в категории диаграмм с естественным преобразованием из нижнего прохода в верхний. Так разумно? Алло? Смотрите, а обычный пулбэк – он начальный объект, да? Или я совсем с ума сошел? Конечно, ведь. Но мы знаем отображение в него. Да, серьезно? А, ну ладно, извините. Здесь я хочу что-то написать. Мне кажется, все правильно. Можно таким образом, что вот если у вас есть такой квадрат, и в нем есть такая категория А, то А удовлетворяет тому свойству, что все объекты из А, они получаются склейкой. Но могут быть еще какие-то объекты, которые получаются склейкой. Вот, поэтому есть отображение из А в пулбэк. Ну и по аналогии, как бы, да, отображение в слабый пулбэк. Все объекты... А, нет, сейчас. Нет, да, я теперь тоже запуталась, потому что, по идее, обычный пулбэк тогда состоит из всех... А, ну хорошо, по крайней мере видно, что есть стрелка из А в слабый пулбэк, да? То есть, потому что объекты из А, они обладают просто изоморфизмом вместо стрелки какой-то. Нет, в смысле, что такое обычный пулбэк? Это универсальный коммутативный квадрат. Что такое слабый пулбэк? Это универсальный слабо-коммутативный квадрат. Где слабо-коммутативный, это означает естественное преобзывание, а не изоморфизма. Да, ну да. Ну да, я, в общем, здесь, пока мы обсуждали, пытался что-то написать, что морфизмы тоже можно считать в этой категории. То есть, в принципе, это очень понятная категория. Но вообще все универсальные свойства, в смысле, которые предельные, в категории-категории, они хорошо считаются. То есть там понятно, какие пространства отображений, какое все. В принципе, довольно понятная вещь. В треангулированном мире эту конструкцию не очень можно провести, не очень понятно, что бы она означала. Как раз-таки потому, что, ну, если такое написать, это уже не будет нищего треангулированным, и вообще никакие конструкции в треангулированном мире не работают. Для стабильных категорий это вполне будет стабильной категорией. То есть, если... То есть, вот это стабильная категория. Спасибо. Ну, да. Слабый, это, видимо, по аналогии с этим, со слабым иноидальными функторами. Там, где функторы не приводят тензорное произведение в тензорное, но там есть стрелка из одного тензорного произведения в другое. Из образа тензорного произведения в тензорное произведение. Или наоборот. Вот. Теперь продолжаем эту конструкцию. Давайте немножко про это подумаем. Вообще, какие есть стрелки между этими гаджетами. У нас есть A штрих B штрих B направленный. Ну, понятно, у меня есть стрелки из A штрих туда, просто по определению. Ну, и точно так же в B. Ну, есть... То есть, у меня есть два функтора отсюда в B штрих. Нижний проход и верхний проход. Что еще? Что за стрелки из A штриха B в произведении? А, в другую сторону я должен... Ну, там на самом деле будет во все стороны стрелки скоро. Пока так, да. У меня есть два функтора сюда. И между ними есть, естественно, преобразование. Ну, один это проход через H3, другой проход через B как раз. Я могу взять слой этого отображения в функторах. То есть, я могу здесь написать Fiber. По сути, что мы делаем? Мы берем тройку H3, H3, B и естественное преобразование и посылаем ее в слой естественного преобразования. То есть, вот эту тройку переводят в слой. где моя конструкция? Вот. Но у меня есть еще тут функторы. У меня тут есть еще функторы. Еще я могу взять H3 и посылать его вот в такую тройку. То есть, я просто беру нулевой объект в B и беру нулевое, естественно, преобразование. То же самое с B я могу сделать. Я могу нарисовать B. Я могу по B нарисовать такую же тройку. 0, B и нулевое, естественное преобразование. Вот. Утверждение номер один. Что вот эта картинка на самом деле, я не знаю, звездочка, звездочка, это на самом деле полуортогональное разложение. Ну, то есть, как это можно понять? Ну, во-первых, можно понять, что композиции нулевые в обе стороны. Во-вторых, можно понять, что H3B порождаются образами того и другого. Потому что вот такая тройка AB θ, ну, из нее явно есть стрелка в 0, B θ. Сейчас попробую понять, в какую сторону это происходит. Э, 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 э. На А, 0, 0. И слой у этого будет 0, B, 0, B, 0. И вот эта стрелка, она как раз определяется данной из ТЭТа. Потому что написать такую стрелку это то же самое, что нарисовать какой-то способ прокоммутатировать квадрат F от 0, что там, G от A, 0, 0, Q от B. То есть у нас есть такой квадрат, нарисовать стрелку здесь, это то же самое, что нарисовать способ прокоммутатировать такой квадрат. Ну, здесь двиг должен быть еще. Ну, и понятно, что это определяется просто всем пространством отображений. Ну, то есть что такое коммутативность квадрата? Это гомотопия в пространстве отображения, то есть пространство путей в пространстве отображения из G от A в σ ку от B. Это то же самое, что пространство отображения просто из G от A в ку от B. Понятно? Или мне нужно про это сказать еще? Непонятно. Определение полуортогонального разложения в данном контексте. Это должны быть какие-то категории над B' в этом смысле? То есть как-то B' должен... Вот эта часть диаграммы не учитывается в звездочке. То есть звездочка это именно про эту часть, а это я нарисовал, потому что это тоже понадобится. То есть просто полуортогональное разложение вот это. То есть это означает, что... означает, что... там как бы стандартное определение полуортогонального разложения, что там какие-то полные подкатегории должны быть. Вот это очевидно, что в данном случае они будут действительно полные подкатегории? Ну вот я как раз пытаюсь это как-то все проговорить. Но возможно... Да, давайте я действительно определение напишу, что это такое. Рассуждение уж фиг с ним. Ну да, во-первых, я хочу, чтобы вот это были сопряжен... вот это я напишу сову и и а штрих. Это п а штрих. Вот это я назову п б это я назову и п. И я хочу, чтобы было... Что? Я хочу, чтобы п а штрих была локализацией по образу б. А эти сопряженные. То есть вот это сопряженные справа. Так, то есть по образу... То есть вы не не утверждаете, что это какие-то полные подкатегории сами а штрих и б. Они будут... Не-не-не, они будут полными подкатегориями. То есть если это локализация, это полные... Образы будут полные подкатегории. Не-не, вот и а штрих и б, они полные вложения. То есть я должен позатребовать, что и б полное вложение, а п а штрих это локализация по образу и б. Тогда автоматически сказано, что и а штрих это полное вложение, а п б это типа, ну, тоже тип локализации, колокализации. а у нас же есть ноль то есть у нас есть какой-то объект терминальный есть да это помогает наверное я не понял но понятно чтобы это было полное вложение нужно чтобы было что-то типа нуля если просто вернуться к обычному понятию квадратов миллера для колец любого элемента должна быть хоть какая-то пара да 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 то есть мы как раз так и делаем то есть вот эти а штрих они определяются через через нулевой объект вот эти ишки и а штрих и и б то есть как раз да вот с помощью нуля в этом смысле да но я тут пытался какое-то рассуждение провести наверное я не знаю проводить или нет можно дайте это поверим потому что это в общем-то но это техническая понятная вещь то есть если если посмотреть на это все станете понятно как раз ничего удивительного тут не возникает то есть первое что нужно заметить это что они действительно полное вложение это более-менее следует из вычисления пространство отображений то что они сопряженные тоже следует из вычисления пространство отображений то что п штрих это действительно локализация по б следует из того что а штрих ну что вот этот слабый pullback он на самом деле порождается образом того и другого а это тоже следует из вычисления пространство и того, что мы можем написать любой объект как слой отображения между образом h' и образом объекта b. Могу расписать, если хотите, но я хотел что-нибудь другое, может быть, расписать. Это пока, может быть, не хотел. В частности, вот это может быть полезно. Какая расслойная последовательность? Ну, то есть такая последовательность, да, видный треугольник. Расслойная последовательность. Вот, теперь я могу перейти к второй части конструкции, вроде уже могу. Еще пока не могу, ну ладно. Давайте это я обозначу за, как бы он не обозначил, но давайте за c, чтобы это было согласовано с тем, что я в статье пишу. Еще у меня есть такое отображение, которое мы уже обсуждали довольно много времени. Это штрих, которое, понятно, просто посылает объект А в его образы f от А. f от А и эквивалентность соответствующей коммутативности диаграммы. Вот этот функтор я хочу обозначить за h со звездочкой снизу, наверное. Теперь я сделаю нечто странное. Я возьму вот этот h со звездочкой, возьму его образ и пролокализую по нему. И напишу определение. Вот такая штуковина называется... Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Я ее все время называю круглоточечным произведением. Возможно, ну и LandTamma вроде как-то никак ее тоже не называют. Эту конструкцию как раз придумали LandTamma, а я ее просто обобщил, потому что они почему-то не написали, как нужно было с самого начала. Такую новую категорию построили. Немножко такое получилось абстрактное. Возвращение. Я, наверное, совсем что-то не понимаю. То есть у меня было впечатление, что мы взяли какое-то полупрямое произведение. А, это полупрямое произведение сейчас, это чего-то другого, да? А мы произвали... Какие стрелки-то между ними вообще есть? Между кем и кем? Между всеми этими категориями. Ну, вот я выписал какие-то. У меня есть TH', P', B' и B' по B. Они образуют полуортигональное разложение. Есть еще стрелка в B', которая такой, как бы, слой... А это вообще то, что было сейчас? Что такое A? А это было то, что в левом верхней части квадрата. Вот еще, наверное, такой момент про... Нет, друзья, если у нас есть pullback, так зачем нам еще какое-то A? А это обычно... Когда у нас pullback, A это просто что-то переменное, нет? А тут что-то такое? Или это... Я не понял. Я не понял про переменные. В смысле, какая переменная? Так, сейчас. Кто у нас фиксирован, кто не фиксирован? Так, фиксированный изначальный квадрат A', B', B'. По нему мы сделали две вещи. Первое, это мы построили вот этот слабый pullback. Давайте я сотру не слабый pullback, потому что нафиг он нужен вообще. Так, то есть... Сейчас. Мне казалось, что в нашем изначале... Вы вообще хотели, чтобы квадрат был слабым pullback. У вас есть... Еще у вас есть квадрат, который не является слабым pullback? Или что? Или что? Нет, я не хотел, чтобы квадрат был слабым pullback. Какой квадрат? Вот этот? Нет, не хотел. У вас было три условия. Значит, на квадрат... Сейчас пока не связано с... Это не связано, да? Пока я не связываю с условиями. Это не связано, да? То есть у вас не фиксированный квадрат, и вы строите слабый pullback и видите... Сейчас. H со звездочкой это вот эта стрелка или какая-то другая? Да. Ну, возможно, просто нужно H писать, не без звездочки. Ну, не знаю. Может. Ну, просто там быть сопряженный к этому. Ну, дайте звездочку. Наверное, можно еще, да, такую интуицию сказать, что... Что такое... Ну, это про полуортогональное разложение. То есть что вот это условие означает? По сути, это означает, что у меня тут есть объекты H3, где их объекты B, а морфизмы между суммами их определяются матрицей, где здесь это морфизмы в H3, здесь это морфизмы в B, а здесь это морфизмы в B'. То есть морфизмы между их образами в B'. Вот это полуортогональное разложение в точности это означает. Ну, да, короче, это не связано с условием на предпуллбэк, на то, что вот этот квадрат будет предпуллбэком. это пока просто конструкция, она как раз будет связана с другим условием. А пока мы, значит, локализуем по... Трингурируемая локализация какая-то по тому, что прождено образом H? Да, 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 да. То есть H3 не обязан быть полным вложением? Не обязан, не обязан. Спасибо. Я все-таки хочу звездочку сверху писать или снизу? Что же за фигня такая? Я хочу писать звездочку сверху. Да, такая абстрактная конструкция, но теперь про нее есть несколько замечательных утверждений. Я могу нарисовать теперь в нее стрелки из H3 и из B. У меня были стрелки из H3 в пуллбэк слабый. Отсюда у меня есть стрелка в такую штуку, просто локализацию. И кроме того, у меня была стрелка из такого произведения в B'. Но так как стрелка в B' по определению брала слой естественного преобразования, а естественное преобразование, которое переходит из объектов А, является эквивалентностью, то вот этот функтор тоже пропускается через вот это такое круглое произведение. И утверждение, которое я хочу сказать с точностью до небольшого бана, что диаграмма в красном коммутативна. И кроме того, вот здесь же тоже были у нас стрелки, которые мы пока что забыли. Здесь было G, здесь было Q. Ну, в общем, они тоже коммутативны. И потом вы, наверное, хотите сказать что-то про взаимоотношения этого круглоточечного произведения и B'. Да. Почему, короче, да, вот это утверждение, почему оно с небольшим обманом? Ну, на самом деле, там нужно сдвинуть один из функторов, например, из-за штрих сюда сдвинуть на единицу. Связано с технической просто проблемой, что когда, ну, когда морфизмы там считаю, морфизмы между образом A' и B', он определяется сдвигом морфизма в B'. Ну, в общем, это какая-то техническая небольшая разница, но я могу все это сделать, и тогда будет правильным. Так как я не писал название стрелок, утверждение можно считать верным. Тут речь идет про какие категории. Про какие категории? Здесь все про стабильные категории, про изначально мы спрятавали стабильных бесконечных категорий. Ну, здесь, опять же, тоже, если бы мы могли построить вот этот слабый pullback, то можно было бы говорить про трагулированные категории. Мы не можем просто построить, поэтому это не совсем имеет смысл. Но что-то, наверное, можно даже и там сформулировать. А что, все диаграммы честно-коммутативные? Что означает честно-коммутативные? Ну, честно-коммутативные означают, что нет понятия честно-коммутативного вообще в бесконечных категориях. Здесь все время коммутативность означает, что есть гомотация. В DG есть, но это не то, да? Это не то. Ну, в DG, да, будет честно-коммутативное. Нет, но все равно там будет эквивалентность. Все равно не совсем честно. То есть там будет использоваться эквивалентность, которая в начале была. Ну да, там будет использоваться эквивалентность вот этой. Как только она, если она равенство, то и тут будет равенство. В этом смысле, да. Но это не очень важно, по-моему. Настя, можете повторить еще раз свой вопрос? Я не до конца понял, мне кажется. Я поняла. Просто я спросила, для каких категорий верно это утверждение. Вы сказали, что в той общности, да, с которой… Проверять тоже это довольно технически, ну не очень технически. Я просто посмотрел невнимательно и все получилось. Потому что вот эта штука посчитается. Вот эта штука считается. Ну вот эта штука не совсем считается, но у нее есть универсальное свойство через вот эту локализацию. Ну и вот эту локализацию, ее можно посчитать, потому что можно посчитать сопряженной к этому вложению, на самом деле. Что я теперь хочу сказать? Теперь я, наверное, хочу сформулировать основное утверждение. Я могу рассмотреть по данному квадрату, который у меня был в самом начале. Я могу построить вот это замечательное круглое произведение. Я эту штуку обозначу за G кружочек, придумал, это за Q кружочек, это все также F и P. Мы выяснили, что вот это коммутативная диаграмма, ну не выяснили, я сказал, что это так. И для этой картинки я тоже могу, как и в самом начале для изначального квадрата, рассмотреть поображение замены базы. Я могу рассмотреть G, так, что я могу рассмотреть? F со звездочкой, то есть со звездочкой снизу, в Q со звездочкой, сейчас со звездочкой сверху. Хочется сказать, что это отображение эквивалентность, но на самом деле оно будет эквивалентностью только после применения этого всего P со звездочкой. А P это что, простите, было? Это откуда? Из А в B. Из А в B, вот это F. Это G кружочек, Q кружочек, G кружочек. И здесь становится понятно, откуда у нас вылезают изначальные условия. Ну, то есть не совсем пока понятно, потому что непонятно, как это связано с изначальными условиями на квадрат Милнера. Но я хочу сказать, что в определении квадрата Милнера условия на то, что каждый функтор порождает образ, то есть что P со звездочкой, что P, что образ А в B порождает B как стабильную категорию, это условие нужно в точности для того, чтобы вот это отображение было эквивалентностью без P со звездочки. То есть вот это не хотим. Можно убрать. Если P со звездочкой порождает образ. Порождает бы образ P со звездочкой. Так, и все это еще при каком-то условии. Это все выполнено при условии, что изначальный квадрат был пуллбэком, то есть предпуллбэком. Если предпуллбэк, вот это выполнено. Простите, это как бы означает, что если изначальный квадрат был предпуллбэк, то этот квадрат предпуллбэк или я что-то буду? Нет, предпуллбэк, условие на предпуллбэк это то, что это условие на левый верхний угол квадрата, то есть что А, что хом в А это пуллбэк хом в Б, хом в А штрих над хомом в Б штрих. А условие на замену базы это условие на коммутативность замены базы. То есть как раз тут оба условия они как-то друг с другом перемешиваются для того, чтобы получить вот эту вот эту теорему. Ну, не оба условия, а условия про предпуллбэчность и условия на то, что вот эти функторы порождают образ, порождают кообласть, влекут вот это. Я хотел бы разобрать доказательства этой теоремки, если у меня есть время. У меня вроде пока есть немножко, но перед этим я хочу сказать, как из этого все следует. Как из этого все следует. Допустим, что у нас изначальный квадрат удовлетворял свойство, что замена базы эквивалентности. Тогда, как мы выяснили, у нас есть диаграмма такая. И диаграмма такая. И все вот это дело коммутативно. Но теперь, допустим, что мы знаем, что вот эти все функторы, точнее, вот эти все функторы суррективны, то есть мы знаем, что вот эти порождают образ. Порождают образ. Порождают до штрих. Порождают до штрих. И, допустим, мы знаем, что отображение замены базы для вот этого квадрата большого – эквивалентность. Но мы также знаем, что оно эквивалентность и для этого квадрата. Правда ведь? То есть, допустим, изначальный квадрат – квадрат Миллера. А, Б, А, Штрик, Б, Штрик. Тогда мы знаем, что он предпулбэк, что вот эти функторы порождают к область. Это означает, что для этого квадрата есть замены базы. Но еще мы знаем, что для этого квадрата есть замена базы. То есть, вот этот квадрат тоже по эквивалентности. Но дальше, если сравнить, чем отличаются замены базы для такого квадрата и для такого квадрата, у нас есть замена базы. Ну, проще, если написать все функторы, которые фигурируют. У нас есть изначальная стрелочка из P со звездочкой, F со звездочкой. Сюда у меня отображение в Q кружочек. В кружочек звездочка. И сюда у меня есть еще отображение в Q со звездочкой, G со звездочкой. Вот это – это замена базы для квадрата с кружочком. А вот это – это замена базы для квадрата с B штрик. Теперь, что такое вот это отображение? Оно на самом деле отличается в точности на единицу вот этой стрелки. Ну, то есть, единица A плюс еще какие-то функторы, примененные с двух сторон. Вот этот и вот этот. Понятно, да, что я правильно говорю? Ну, то есть, вот эту можно записать как Q со звездочкой A со звездочкой, A со звездочкой, G со звездочкой. И вот это как раз единица с примененными Q со звездочкой и G со звездочкой с двух сторон. Только с кружочком. Извиняюсь. У меня как-то все. Сейчас я попробую это сделать. Вот. Я хочу сказать, что из того, что вот эти функторы все порождают, следует, что вот эти функторы все порождают. А из этого уже следует, что это A. Это A-эквивалентность. То есть, что A – это полное вложение. Итого, условия на квадрат минера будут давать Квадрат минера. Кружочек к квадрату. Ну, а для кружочек квадрата можно проверить, что он переводит, что катерий переводит его в пуллбэк квадрат, пуллбэк спектров, просто потому что вот эта штука – это полуортогональное разложение фактора по А. То есть, у него катерия – это слой катерии произведения BH' и А. Понятно, что я правильно говорю. Или не очень. Я напишу. То есть, K' с катб ката равно кат А' крест. Вы имеете в виду квадрат минера в обычном смысле? Что вы имеете в виду подката? Нет, я имею в виду категории. Категории. То есть, я имею в виду, что если у меня был квадрат минера категории А' Б' то А – эквивалентность. То вот этот функтор из круглого произведения в Б' автоматически будет эквивалентностью. То есть, в каком-то смысле, круглое произведение – это универсальный способ сделать из любого квадрата тот, который удовлетворяет условия Бека-Шевалья. Это не совсем верно, потому что там какие-то P' со звездочкой появляются. Еще там было какое-то условие на то, что квадрат был пуллбэком. Но, по сути, это же какой-то способ с точностью до этих технических условий это универсальный способ сделать из квадрата квадрат, у которого замена базы эквивалентности. А дальше, если и была замена базы эквивалентности, то вот этот функтор будет сразу эквивалентностью. То есть, что между любыми двумя квадратами удовлетворяющими условия замены базы, и у которых функторы все сюрективны, отображение будет эквивалентностью. Какое-то такое рассуждение. Ну и дальше, да, я попытался сказать, что K-теория, то есть по определению, ну как по определению, у нас было последовательность локализации, а слабый пуллбэк, круглое произведение. Последовательность локализации всегда переводится в длинную последовательность. Ну, у нас определение, мы стали, мы начали с того, что рассматривали локализующие варианты, в частности, K-теорию не связанную. Вот, но в полуортогональное разложение у него K-теория очень просто считается, она считается просто как сумма. Поэтому у нас как раз и получается, что такая последовательность является расслойной. Это как раз означает длинную точную последовательность и все, что мы хотим. Ну, то есть, если вот это... Произначальный квадрат А, Б, Б, штрих, значит, в итоге мы только предполагаем, что он предпуллбэк, и что, ну, для, так сказать, красоты формула, что образ А порождает Б, то есть, грубо говоря, сюрлективен, да? Да, но чтобы нам сравнить, после того, как мы уже знаем, что это замены базы, чтобы сравнить все равно этот квадрат и этот квадрат, нам нужно, чтобы А было полным вложением и эквивалентностью. Для того, чтобы оно было полным вложением, нам нужно, чтобы вот эта стрелка была, порождала образ. Для того, чтобы она была эквивалентностью, нам нужно еще, чтобы вот это порождало образ. То есть, на самом деле, нам нужно, чтобы вот все вот эти три стрелки порождали образ. Ну, из этого... Так это же вроде определение квадрата Милнера получается. Да, 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 да. То есть, как раз условия квадрата Милнера, они подстроены под то, ну, я их подстроил под то, чтобы квадрат был... Нет, я имела в виду другое. Я имела в виду, что вот вы говорите, что мы можем из квадрата А' Б' получить квадрат Милнера такой конструкции. Значит, я хотела уточнить, что при этом происходный квадрат А' Б' мы предполагаем только, что он предпулбэк и что, грубо говоря, А в Б сюрреактивно. Вы имеете в виду вот эту теорему, да? Да. Там есть такая тонкость, что если изначальный квадрат был пулбэком и замена базы не была эквивалентностью, то этот квадрат точно не будет пулбэком. То есть этот не будет квадратом Милнера, но он будет удовлетворять замене базы. То есть хочется даже что-то такое сказать, но оно не совсем верно. Вот так вот нельзя. Я тогда, извините, я не понимаю утверждения. Тогда вы говорите, что мы стартовали просто с квадрата Милнера и мы снова получили тот же самый квадрат Милнера с точностью этой эквивалентности. Так что... Если мы стартовали с квадрата Милнера, да, то эта конструкция ничего не меняет. Но вот эта штука просто считается. Я имею в виду, изначально все-таки какие более слабые условия мы накладываем, я не поняла. Вы говорите, что нужно сказать, что изначальный квадрат предпулбэк, правильно? Да, да. И кроме этого, сейчас, что остается от определения квадрата Милнера, короче? В новом квадрате, да? Вы спрашиваете, что остается от определения квадрата Милнера в новом квадрате, да? Что от определения квадрата Милнера нужно предполагать про квадрат А, А штрих, П, Б штрих? Как для этой теоремы? Для того, что у вас ниже написано. А, для того, что ниже, нужно все. То есть вот это требует всего. Оно требует и того, что он был предпулбэком, того, что вот эти функторы все были, все порождали образ, и того, что отображение замены... Еще раз, я правильно понимаю, что ваше утверждение сейчас состоит, что если мы стартовали с квадрата Милнера, то мы можем описать бы штрих с точностью до эквивалентности как круглоточечное произведение. В этом состоит утверждение. Да. Все, понятно. Да, как бы для коммутативных колец я это видела даже, да, руками проверяла, да. А для коммутативных колец... Совсем это, но как бы как оно строится, да. А для коммутативных колец вы тоже круглое произведение изучали, да? Не-не-не-не-не, ну просто руками там нужно, проверить, что вот это B-штрих тогда вычисляется через три других угла. Да, понятно. С моментами этого... То есть вот то, что Лэн там мы делали, они как раз рассматривали квадраты колец, ну не обязательно коммутативных, но колец, даже не обязательно, ну, то есть, возможно, этих и один колец. И тогда они строили вот эту штуку как кольцо, не как категорию, а как кольцо. И вот, да, доказывали то же самое, по сути. Ну да, давайте я попробую доказать теорему, оставшиеся 15 минут. Не факт, что у меня получится. Ну, первое, что нужно заметить, это, что у нас есть сопряженный к функтору H'B', который я обозначил H' сверху. это H, а не B, H' вот, имеется сопряженный справа. Справа ведь, да? Да, справа. который вычисляет следующим образом. Имеется сопряженный, наверное, нужно вот так написать. Неправда говоря. Так, P' со звездочкой от N, F' со звездочкой от N, и отсюда у меня есть стрелки в... Оно же равно... Ну, нет, не оно же... Так, оставлю. Ну, давайте это как-нибудь посчитаем. Я хочу посчитать H' и Z' со звездочкой от чего-то. Ну, я писал формулку в самом начале как отображение. Можно считать в... А, да, только неправильно, не в А. Как раз-таки в малопулбеке. В слабом полбеке. Извини, я немного не в тему, может быть, вопрос. Слабый полбек, он... Там был важен порядок, да? Слева направо. Потом, когда ты круглый написал, он там все еще важен был порядок? Да. Потому что у тебя отображение замены. Нет, я понимаю даже, то есть... Вот вообще, прикольный момент такой, я отвлекусь, что слабый... То есть, что это за кружочек такой будет, если все кольца коммутативные? Это на самом деле... Если я взял категории совершенных комплексов над коммутативными кольцами, и квадрат какой-то коммутативный, это на самом деле будет в точности производная, тензорная... модули над производным тензорным произведением колец. Но если кольца не коммутативные, у нас нет никакого тензорного произведения над А, тем более. В принципе, про кольца не определить. Но вот такая штука более правильно оказывается. И здесь уже оказывается неважный порядок, да? Да, да, для коммутативных оказывается неважно. Ну, магия такая, как случайно получилось. То есть, ну, вообще левая от правого отличается, да? Угу. 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 А еще вопрос. А в определении квадрата нюнера там было категорное квадрата нюнерного, там было, что вот это преобразование это эквивалентность, да? Это тоже, тут тоже зависит порядок, да? Слушай, что если ты перевернешь квадратик, и он был мюнер, он может стать не мюнер. Да, я как раз про это и говорю, что там порядка зависит. Да-да-да. То есть замена базы в одну сторону эквивалентность, не эквивалентность тому, что замена база в другую сторону эквивалентность. Окей. Так, и здесь что-то еще написать. Q. Давайте попробуем позалипать на то, что я написал. Здесь где-то G должно быть, мне кажется, или нет? Нет, все нормально. Да, пока что это то же самое, что уже с озвеночкой, просто с озвеночкой. Ну да, здесь я могу перенести все правыми сопряженными, и как раз получится та формула, которую я раньше писал. Да, я не знаю. Да. Добавил субтитры DimaTorzok 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 я постараюсь хотя бы частично вкратце это сделать дальше что из этого следует, что если квадрат был если a, b, a' b' было предпулбэком то h со звездочкой сверху полное вложение ну то есть это просто вычисляется единица с помощью этого и там будет p со звездочкой сверху p со звездочкой снизу p со звездочкой сверху f со звездочкой снизу f со звездочкой сверху над вот этим ну могу расписать но вроде понятно вот и тогда у нас уже локализация идет честно по не по образу а по самому a на первый момент еще у нас есть такая так как локализация у меня есть такая постановка расслоения где a это как раз таки функтор из в круглое произведение ну можно дальше попробовать поиграться можно применить к этому всему ну можно считать что это постановить функторов вообще и прокомпозицировать ее с разных сторон где можно получить такую например хрень в кем 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 То есть я просто прокомпозицировал справа с вот этой штукой, а слева с вот этой штукой. Ну, какую бы тут мораль сделать, я не хочу это до конца прописывать. Да я думаю, всех все устраивает, мы как-то уже поверили, я думаю. Ну, можно, конечно. А это позволяет. Давайте я попробую еще что-нибудь написать, чтобы получится. Есть ли какой-нибудь самый простой пример? Есть ли какой-нибудь что? Самый простой пример? Крутой желательно. Ну, непонятно, что вы имеете под крутым примером, но можно, например, дискретное действие группы, например, можно писать на всех этих квадратах. То есть берете любой квадрат Миллнера и заставляете на нем действовать дискретную группу. Действие дискретной группы можно превратить в спуск Галуа? Ну, нет, ой, не дискретно, я имею в виду тривиальное действие группы. Ну, зачем тривиальное сразу? Я вот хочу узнать, можно ли таким образом делать какой-то спуск? Спуск получится, ну, спуск Галуа не получится, потому что спуска Галуа для К-теории нет, но получатся как бы все утверждения, которые есть для обычной К-теории, для эквариантной. Но у вас не будет следовать отсюда, что там К, Ж, это К, как это писать-то короче, что К, Ж, это К. Вот это неверно. Неверно. Ну, мне кажется, что за таким рассуждением... Ну, как часто Z по 2Z берут еще, да? Z по 2Z берут. Ну, мне кажется, это даже для Z по 2Z неверно, потому что вообще никогда неверно, если у вас К-теоры там нерациональные. Я все пытаюсь придумать, вспомнить, какой там пример, чтобы Миша объяснить. А, вы хотите... Ну, да, я не очень понимаю просто, что Михаил Владимирович спрашивает, в том смысле, что не очень понятно, какой крутой пример, в смысле, что... Посчитать что-то? А квадраты Миллнера, да. Я, честно говоря, плохо помню, какие бывают примеры квадратов Миллнера. Они откуда берутся? Давайте я напишу, что из этого следует. Что из этого следует, но не напрямую. То есть не самого врезания Миллнера, но плюс еще какая-то работа. Что из этого следует? Да-да, конечно. Вот можно рассмотреть такую штуку, х-штрих, х, з, е, CDH квадрат. То есть что это означает? Ну, то есть абстрактный pullback, абстрактный, блин, абстрактный blowup квадрат, абстрактный квадрат раздутия. То есть что вот это pullback, это собственный, который эквивалентность на дополнение к z. Ну, то есть х-штрих минус z, х-з, изоморфизм. Это абстрактный квадрат раздутия. Пишите, пожалуйста, CDH для того, чтобы это осталось. Для того, чтобы это... А, ну, хорошо, CDH квадрат. И можно написать, попробовать для него написать k-теорию. Можно попробовать k-теорию к нему применить. k от х-штрих. И спросить, будет ли это квадратным pullback. И тут дальше есть два варианта. Ну, ответ нет, не будет. В общем случае это неверно. Но можно написать две вещи. Можно здесь написать один вариант предел. А здесь написать все нельпатентные, ну, все инфиницизимальные расширения z внутри x. Это один вариант. А второй вариант написать квадрат такой. Прошу прощения, расширение или факторы? Ну, они расширение z, но они факторы x, которые нельпатентные. То есть это утолщение называют обычно. Утолщение, хорошо. Ну, в смысле, по степеням идеал факторизуюсь, а не по идеалам. Да, 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 да. Ну, просто непонятно, как на такой картинке отрисовать, если я уже начал со схемы нескольц. Вот, можно написать такую картинку, и вот эти обе штуки будут pullback. Ну, то есть если пределы здесь написать, и если кейдж здесь написать. Ну, то есть это означает, что есть какой-то такой спуск сидеть для категории, для много чего. Ну, или какая-то его версия. Как что-то считать конкретное, ну, вот, можно гипотезу вайбеля, например, доказать. И для стеков в том числе. Как что-то прям совсем конкретное, какой-то конкретный квадрат написать, и с помощью него что-то вывести, я, честно говоря, не знаю. Потому что, мне кажется, обычно это применяется в контексте теории. Здесь все полюбодно мерзко, негладко, да? Здесь все негладко, да, здесь все любое. Ну, не отрубно, не отрубно. Это, как я понимаю, тут же это не эквариантное, это было известно до вас. Эквариантное, здесь может быть и эквариантное, и не эквариантное. То есть, это можно считать, что диаграмма стеков, например. С действием, там, конечной группы, скажем. И это не было известно? Нет, не было. Ну, вот это было известно Хуя Кришна, есть статья. Вот это не было известно в эквариантном случае. В не эквариантном случае это вот эта статья Керца Ранка Таммы. А, ну, хорошо, да. Что-то я не знаю с доказательством теоремы. Мне кажется, я так рассказываю, и все так... То есть, у меня ощущение, что я как-то зря решил расписывать все эти формулки, потому что тяжело следить в любом случае за таким. Ну, Володя, это все равно, конечно, нужно, чтобы вы написали текст. А так мы можем... Ну, как бы то, что вы начинаете писать формулы, это нас убеждает в том, что вы реально как бы доказали, а не просто у вас гипотеза такая. Я думал, что люди мне верят и без этого. Нет, текст уже написан, по сути, его просто там выправляют миллион раз. Сейчас вы в очередной раз решили переписать, потому что людям не понравился стиль. Я просто хочу сказать, что психологически это важно, что-таки начинать писать формулки, писать их до тех пор, пока вас не остановят. Ну, как скажете. Ну, да, я не знаю, можно попробовать что-то написать и увидеть что-то в этом. Я просто не верю, что я прям-таки смогу какой-то такой философский смысл этому дать. Я не понимаю, что это обобщение вот этих... Прямое обобщение того, что Лэнда Тамма делает. Лэнда Тамма просто, они говорили конкретно про категорию модулей, а вы сказали про более широкий класс категорий. Ну, да, 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 как-то так. Короче, я здесь все хотел сказать, что вот этот слой, он с помощью этого слоя, в общем-то, и считается... Ну, в итоге с помощью этого считается замена базы, потому что... Ну, вот я пытался какие-то слои написать, я хочу сказать, что слой вот этого отображения, он как-то связан со слоем отображения замены базы. Таким образом, с помощью этого объекта можно посчитать, насколько замена базы сама является эквивалентностью. Как-то так. Но, честно говоря, не очень хочется до конца рассказать. Не, я думаю, хочется. Ну, вот это основной поинт, наверное, да, что этого категория просто считает. Ну, да, не знаю, что вам еще рассказать. Вот такой вот... Если не расписывается, то... Да, хватит уже. Я думаю, спасибо. Я тебе могу еще один дурацкий вопрос задать. А можно из этого какую-нибудь жесткость доказать? Вот, вот, блин, блин. Ты прям вообще задаешь тот вопрос, который... о котором я думал в последнее время. Не совсем из-за этого, но есть близкие тоже утверждения. То есть с помощью вообще всей этой категорной техники у меня мораль такая, что можно обобщать всякие утверждения на стейке. Если ты знаешь, что это для кольец, и утверждения выглядят весьма категорно, ты можешь это обобщить на категории и доказать утверждения про... Ну, да, про все стейки. Там есть другое полезное утверждение, что К-теория... Ну, типа, есть кольцо, есть какой-то и непатентный дел в кольце. или патентный. Можно написать такую хрень. Так, здесь не коль, извините. ТС. ТС, ТС, да. И есть утверждение, что вот этот квадрат является pullback, он всегда... Не важно, что такое здесь ТС, ТС это какая-то, но опять же, чуть более просто считаемая теория. Какая-то теория, про которую можно что-то легче сказать, чем про К-теорию. Она более линейная. Вот. С помощью примерно такой же техники можно доказать, что сюда можно поставить группочку G. Как всегда. Про конечную группу это и раньше было известно. Это делали Nauman Krishna. ТС, а не ТС, как это... Слово какие ТС? Ну, Topological Sync homology, да. H, мне кажется, обычно тут не пишут. ТС, наверное, но не уверен. Вот. Dauman Ralee доказали, что такой квадрат есть pullback для конечной же, если же конечная. С помощью этой техники можно доказать... И опять же, они доказывали, почему для же конечной у них работало, потому что если же конечная, то категория представлений прождена одним объектом. То есть это, по сути, категория моделей над кольцом. Можно доказать для всех. Можно доказать... для всех линейно-редуктивных G. Вот. А дальше Nauman и Ravi выводят из этого... выводят из этого жесткость в смысле Габера. как это правильно формулировать, что k g r i k g r pi по модулю n, там, наверное, нужно писать любой гензелевый парень. Ну, там просто r, наверное, все-таки слева. Слева просто r. Ну, там просто разные формулировки есть. Ну, да, давай здесь... Да, наверное, здесь... Наверное, я хочу просто... Да, если так формулировать, то ты прав. Да, просто... Любовь гензелевый парень. Вот. Как бы там... Извините, это как бы следует для изначально известной или доказанной жесткости для тищи, да? Там немножко хитро. Там, да, там доказывается жесткость для... Можно взять слой вот этого отображения из KFTC, слой циклотомического трейса. Он сейчас называется KINF. KINF же. И они доказывают жесткость вот для этой штуки. Причем жесткость вообще в сильном смысле без всяких по модулин вообще всегда. Да, и это следует дать какие-то свойства с TC. Там специальную теорию на эту тему народ построил. Клаузен, мне кажется, Акил Мэтью. А, Мэтью Моро. Мэтью Моро. Все, извиняюсь. Мэтью Моро. У них специальная техника с помощью какой-то гудвилл-калкулу, знаете, то есть, что TC это в каком-то смысле производная категория, и там можно использовать всякие такие, использовать линейные функторы, чтобы вывести что-то про TC. Я очень криво. В результате для TC верна жесткость, да, нет? Вот не для TC, а для этого слоя. То есть, там именно важно, что TC это как производная категория, и поэтому вот этот слой он не ловит. Не ловит раз. Ну, вообще, да, то есть, что можно сказать? Давайте, да, я так напишу, что означает, что это квадрат-пулбэк. Да, я зачем-то говорю какие-то сложные вещи, если можно говорить простые. Вот это k-inf. Вот это k-inf g-rpi. Из того, что это пулбэк, следует, что вот это эквивалентность. Ну, это просто определение пулбэка. И вот это уже в каком-то смысле жесткость. То есть, вот это жесткость для категории. А из каких CSTC не это следует. Из каких CSTC следует, что k-inf по модулю n совпадает с категорией по модулю n. Ну, если n не делит характеристику вот это все в правильных предположениях. То есть, для вот этого слоя есть жесткость. Вот это как раз и есть жесткость. Ну, и можно вывести не только для патент, можно вывести вот этот изоморфизм для гензолио-пар в этом смысле. Вот. Но в доказательстве там такой момент используется. Там используется такое утверждение, что если мы возьмем k0 вариантное, а g здесь, мне кажется, все-таки нужно так было писать у них. Можно рассмотреть такую штуку и можно рассмотреть такую штуку. то есть, это модули, у которых носитель ну да, у которых носитель v i. И доказательство этого утверждения как-то очень сильно используют, что g конечное, но если доказать вот это для всех g, для всех там линейно-редуктивных, то будет верна жесткость. Недостающий ингредиент. Это не совсем следует из этого право-резания, но близко, мне кажется. сейчас это неизвестно для вы имеете в двухвариантном случае? Ну, я так понял, да, я поспрашивал народ еще немножко. А вот эта самая там девушка чаранья рави, она что-то в этом стиле рассказывала. Да-да-да, я про нее как раз написан. И у нее собственность спрашивает. А, это и есть она, все поняла. Да, у нее конечная группа. То есть она хочет там что-то сделать, но там не очень понятно, что можно сделать. Ну да, в общем, если бы что-то такое доказалось, то какая-то жесткость получилась в более общем случае. Не знаю, зачем, правда, потому что кому вообще интересны такие странные жесткости для каких-то больших групп. Быть лучше всех. Чтобы быть лучше всех. Вот, это как раз для конечной группы не очень интересно, а для большей группы более интересно. Ну, конечной группы хотя бы возникают где-то в мотивах, там у тебя есть фунтер реализации, там в С2 вариант на теорию гомотат. вам рано выступать на семинаре по алгебрадическим группам. Вы там как скажете, что для конечной группы еще как-то интересно, а для редуктивных конечно никому не интересно. Ну, все от контекста зависит, так-то мне тоже конечно куда больше общей группы интересны. Общей линейной, да? Ну, да. Абелево многообразие тоже не очень. Вот, Настя, я вам на самом деле по этому поводу и пытался что-то спрашивать, я там задал какие-то глупые вопросы про торсоры, мне кажется, там неверно вот этот ответ в общем случае. Но вот что-то такое там хотелось, чтобы свести вот это утверждение к какому-то утверждению про эквивалентность там торсоров каких-то, какую-то жесткость на уровне торсоров. Но я не очень полку. Я поняла, да, нет, ну да, но это просто как бы неизвестно. Я бы рада. Но меня-то как раз скорее интересует именно ваш вспомогательный вопрос, чем ваша вот эта конечная движительность. Ну да. Ну не знаю, можно заканчивать, раз ни у кого вопросов нет. Ну или... Ну ладно, спасибо. Ну вы, Володя, мне напишите, что вы хотите все-таки рассказать на семинаре по гибридическим группам. Я думаю, что вы в любом случае туда welcome, но просто, конечно, я могу попытаться как-то откорректировать, какие части аудитории лучше считать понятными, а какие, наоборот, лучше считать непонятно. Не, ну понятно, что если я буду рассказывать там у вас на семинаре, я не буду упоминать, стараться упоминать никаких слов типа бесконечной категории, я буду про геометру рассказать, которая там вылезает. Но я все равно не уверен, что я пока придумал, как именно хорошо рассказать. То есть мне было бы интересно вам рассказать во многом из-за этой, из-за проблемы про отрицательную категорию этих бесконечных групп, которые вообще как-то не имеют отношения к алгебрической геометрии. Но про нее я могу мало что рассказывать, потому что ну там мало что можно сделать, кроме как сказать, что есть вот геометрия такое рассуждение. Хотелось бы получить такое же гнев геометрия, но для этого нужны все утверждения, которые мы не умеем доказывать. Но что-то такое, да. Меня вот заинтересовало, я заглянула сейчас просто в статью Ланда Тамма в процессе доклада, и меня заинтересовало, что они начинают как бы с указания на то, что вот нам удается построить гримную различную последовательность для категории, которая как бы что-то позволяет включить в эту последовательность для квадратов Мелнера К2 в каком-то смысле, но только там будет не К2 от кольца, а вот К2 от этой хитрой категории модуля. А что все-таки это значит для, ну как бы, как это расшифровать, вот если мы хотим все-таки посчитать, допустим, К2 от этого кольца конкретно, то мы можем это как-то сделать из этого результат. Ну, то есть у нас есть вот это отображение, ну скажем, как связана эта К-теория от этого круглоточечного произведения с К-теорией именно кольца соответствующего угла. Да, дайте что-нибудь попробую написать. Не, ну у них там что-то написано такое заумное, но там что, там у них, ну, в общем, короче, не буду пытаться из-за. Короче, я могу что-то сказать про это. Первое, что можно сказать, что это нильпатентное расширение. То есть на уровне П0 это одно и то же кольцо. Ну да, нет, я видела, что там примерно это написано, но вы можете вот это как-то изложить как бы в сухой остаток, да, что можем ли мы в результате посчитать К-теорию К2 в том условии. Я сейчас пытаюсь что-то такое сделать, я просто сам. Не надо прямо сейчас, вам об этом надо подумать, но если вы сможете это сделать, мне кажется, это будет очень интересно тоже участникам второго семинара. Ну вот Андрей Лавренов, я думаю, не даст соврать. Ну, сложно это, сложно, потому что, ну я могу попробовать, но это как раз использует вот всю эту бесконечность категории, бесконечность кольца. То есть из того, что это нильпатентное расширение, следует, что можно применять вот эту теорему, например, про ТСи. Слушай, Надь, у меня вопрос возник, я по, вот, тут про штуки, да, у Владимира, и у Синчука с авторами, кстати, там тоже один из авторов, я не помню, или нет, тоже с автором, это как-то связано, или это какие-то совершенно независимые вещи, не для какого-нибудь впечатления. Я не вижу прямой связи, связь может быть, то есть я не вижу прямой связи, доказательства совсем про разные вещи. Нет, про объекты возникают, здесь не было сегодня. Сегодня не было про объекты, после прошлого моего доклада Сережа мне позвонил и сказал, что ему напомнило про его статью, но там как понятно, что разная все-таки математика, но в целом, да, про объекты часто позволяет что-то доказывать. А вообще, кстати, может быть, и есть какая-то связь через локализацию, вот Миша, может быть, и не такой уж как бы совсем поверхностный вопрос задает, а может быть, даже там есть что-то побольше, но я не знаю. Там просто друг, понимаешь, Миша, там просто совсем другое доказывается, то есть я не вижу даже связи на уровне каких-то свойств к-теории, которые вылезают. Ну да, там тоже есть локализация, здесь есть локализация, локализация. Я, честно говоря, да, к стыду своему ни той, ни другой фронтовки не помню с этими, полностью сказать про объектами. Я знаю, что что-то, видимо, неверно не работает без про объекта, а вы начнете с про объектами. А почему... Общее утверждение. Нет, короче, если кратко, то пока мы связи не видим, я думаю. Можно я прокомментирую? Там достаточно странная ситуация, там про берется по категории групп, а не по категории колец. Это там все про, конечно, но это совсем другое. Это не очень связано. Ну ладно, значит, не работает. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok